Суд. 23 октября 1879 года, около двух часов ночи, Дух Господень почил на мне, и я видела сцены грядущего суда. У меня нет слов, чтобы надлежащим образом описать всё, что прошло передо мной, и то впечатление, которое эти картины произвели на меня. 24. Казалось, что наступил великий день исполнения Божьего приговора. Тьмы тем собрались перед Большим престолом, на котором восседала личность величественного вида. Несколько книг лежало перед ним, и на обложках каждая из них была написана золотыми буквами, будто пылающими огнём. Главное – книга неба. 25. Затем открылась одна из книг с именами тех, кто утверждал, что верит в истину. 26. Я сразу же потеряла из виду бесчисленные миллионы людей вокруг престола, и моё внимание привлекли только те, кто явно были сынами света и истины. 27. Когда этих людей одного за другим называли по имени и упоминали об их добрых делах, их лица начинали сиять святой радостью, лучи которой отражались во все стороны. 28. Но не это произвело на меня наибольшее впечатление. 29. Открылась ещё одна книга. В ней были записаны грехи тех, кто исповедует истину. 29. Под общим заголовком «эгоизм» перечислялись все остальные грехи. 30. Над каждым столбцом имелся свой заголовок, а под ними, против каждого имени, в соответствующих столбцах были записаны менее тяжкие грехи. 31. Под заголовком «любостижание» перечислялись сверху вниз такие грехи, как ложь, воровство, грабёж, мошенничество и алчность. 31. Под заголовком «тщеславие» были записаны гордость и расточительство. 32. Под заголовком «ревность», «злоба», «зависть» и «ненависть». 33. А под заголовком «невоздержание» перечислялся целый ряд ужасных преступлений, таких как половая распущенность и перелюбодеяние, потворство животным страстям и прочее. 33. Когда я смотрела на всё это, невыразимая мука наполнила мою душу, и я воскликнула, кто же может спастись, кто будет оправдан перед Богом, чьи одежды не запятнаны, кто не порочен перед очами чистого и святого Бога. 34. Когда святой, восседавший на престоле, стал медленно перелистывать страницы небесных записей, его пристальный взгляд, казалось, проникал в самую глубину души, и в тот самый момент каждое слово и каждый поступок жизни всплывали перед мысленным взором людей так же ясно, как если бы всё это было написано огненными буквами. 35. Трепет охватил людей, и лица их побледнели. Когда они впервые приблизились к престолу, то казались беззаботными. Но как теперь изменились их лица? 36. Они уже не чувствовали себя в безопасности, но были охвачены невыразимым ужасом. Каждая душа боялась оказаться среди тех, кто будет найден очень лёгким. 37. Взоры всех устремлены на лицо сидящего на престоле, и когда его торжественный пронизывающий взгляд осматривает данную группу, у всех трепещут сердца, ибо они сами себя осуждают без всяких лишних слов. 38. В вагонии души каждый признаёт свою вину и со страшной отчётливостью понимает, что своими грехами отверг драгоценный дар вечной жизни. 39. Об одних людях было написано, что они напрасно занимают место. Когда судья устремил на них пронзительный взгляд, их грех халатности и небрежности отчётливо обозначился. 40. Бледными, дрожащими устами грешники признали, что предали своё святое призвание. Они имели преимущество, но не использовали их. 40. Получали предостережение, но не внимали им. Теперь они уразумели, что слишком много злоупотребляли милостью Бога. 41. Да, им не пришлось делать таких признаний, как людям порочным и развращённым, но они были прокляты, подобно смоковнице, потому что не принесли плода и не использовали доверенные им таланты. 41. Эта категория людей поставила своё «я» на первое место и трудилась только ради собственных корыстных интересов. 42. Они не богатели в Бога и не откликнулись на Его требования. 42. Хотя они считали себя рабами Христа, они не приводили к Нему души. 43. Если бы дело Божье зависело от их усилий, оно бы зачахло, ибо они не только удерживали у Бога средства, которые Он им доверил, но и жалели для Бога самих себя. 44. Теперь эти люди поняли и почувствовали, что, заняв безответственную позицию в отношении дела Божьего, они поставили себя по левую сторону. 45. Им были предоставлены возможности, но они не хотели делать ту работу, которую могли и должны были сделать. 45. Были упомянуты имена всех исповедующих истину. 46. Одних уличили в неверии, других в том, что оказались ленивыми рабами. 47. Они предоставили другим делать работу в винограднике Господа и выполнять самые тяжелые обязанности, в то время как сами эгоистично служили своим земным интересам. 48. Если бы они развивали способности, данные им Богом, то могли бы стать надежными носителями бремен и совершать труд в интересах Господа. 48. Судья сказал, все будут оправданы по вере своей, но судимы по делам своим. 49. Как ярко тогда предстала их небрежность и каким мудрым показался план Бога, который всем людям дал свою работу для продвижения дела Божьего и спасения своих ближних. 49. Каждый должен был продемонстрировать живую веру в своей семье, среди соседей, проявляя милосердие к бедным, сочувствуя страждущим, участвуя в миссионерской работе и помогая делу Божьему своими средствами. 50. Но, как и в случае с Мирозом, проклятие Божье постигло их за то, чего они не сделали. 51. Они возлюбили ту работу, которая приносит наибольшую прибыль в земной жизни, и против их имен в главной книге, посвященной добрым делам, была видна скорбная пустота. 51. Эти люди услышали торжественные слова «Вы взвешены на весах и найдены очень легкими. Вы пренебрегли духовными обязанностями, потому что были слишком заняты земными делами, тогда как Ваша ответственная должность должна была побудить Вас искать нечто большее, чем человеческую мудрость и ограниченное суждение смертного человека. 52. Вам это нужно было даже для того, чтобы выполнять чисто механическую часть своего труда, но когда Вы отделили Бога и Его славу от своего бизнеса, то тем самым отвернулись от Его благословений». 53. Затем был задан вопрос «Почему Вы не омыли одежды своего характера и не убелили их в крови Агнца? Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы осудить мир, но чтобы мир спасен был через Него. 54. Моя любовь к Вам была более жертвенной, чем любовь матери. 55. Только лишь для того, чтобы изгладить темную летопись Ваших беззаконий и поднести к Вашим устам чашу спасения, я претерпел смерть на кресте и понес на себе весь груз и проклятие Вашей вины. 56. Я перенес смертные муки и ужасы мрачной могилы, чтобы победить имеющего державу смерти, отпереть двери темницы и открыть для Вас врата жизни. 57. Я обрек себя на позор и мучения, потому что возлюбил Вас безграничной любовью и хотел привести своих своенравных, заблудших овец, обратно в рай Божий, к древу жизни. 58. Но Вы презрели блаженную жизнь, которую Я купил для Вас такой ценой. 59. Вы избегали позора и поношений наподобие тех, которые Ваш Господь понес за Вас. 60. Вы не оценили по достоинству преимущества, которые Он сделал доступными для Вас своей смертью. 61. Вы не желали участвовать в Его страданиях и теперь не вправе участвовать с Ним во славе Его. 61. Потом были произнесены следующие торжественные слова. 62. Неправедный пусть еще делает неправду. 63. Нечистый пусть еще сквернится. 63. Праведный дотворит правду еще. 63. И святой да освящается еще. 63. Книга Откровения, 22 глава, 11 стих. 63. Затем книга закрылась, и с лица сидящего на престоле упала завеса, открыв страшную славу и великолепие Сына Божьего. 63. Внезапно эта картина улетучилась, и я обнаружила, что все еще нахожусь на земле. 64. Я была несказанно благодарна за то, что день Божий еще не наступил, и что нам даровано драгоценное время испытания, чтобы приготовиться к вечности. 64. Продолжение следует...